Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске. Цены на продукты питания в России поднялись на 8%. Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные за первые 4 месяца 2021 года. Правительство не поддержало законопроект о введении налога на роскошь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лента.ру Приводит официальную статистику. За год цены на продукты питания в России поднялись на 8,07%. Особенно подорожали куриное мясо, яйца и сахар. Зато подешевел отдых в Арабских Эмиратах. И услуги по рытью могил. Что ж, очень актуальная услуга, как следует из последних данных Росстата, за январь-апрель этого года. Крупные средства массовой информации, в том числе агентство ТАСС, сообщают, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2021 года составила 55 208 рублей. И, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, выросла на 7,7%. То есть, даже рассчитанная статистиками средняя температура по палате отстает от конкретного роста цен. А естественная убыль населения с января по апрель 2021 года составила 304,5 тысячи человек, что почти вдвое выше показателя 2020 года за аналогичный период. О причинах смертности Росстат, естественно, ничего не говорит. Но за ними ходить далеко не надо. Рассчитанная нашими специалистами стоимость рабочей силы в разных регионах страны составляет не менее 150 тысяч рублей в месяц. А получает большинство населения около 30 тысяч или еще меньше. Так называемая медианная зарплата. Что будет происходить с населением? Что происходит с людьми, которые получают в 5 раз меньше жизненных благ, чем им нужно для нормальной жизни? Люди умирают. Здоровье медленно, но неуклонно ухудшается. От суррогатной пищи, от вредных условий труда, от недостаточности отдыха при постоянных переработках, от недоступности качественной медицины. И любая болячка быстро сведет ослабленного человека в могилу, копка которых так своевременно подешевела. Только организация работников на рабочих местах и планомерная коллективная борьба с работодателем за улучшение условий труда, в том числе из-за повышения реального содержания заработной платы, может улучшить ситуацию. Если вы все еще питаете иллюзией, что государство спохватится и исправит положение, то следующая новость для вас. Комиссия правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Об этом говорится в проекте отрицательного заключения Кабмина, с которым ознакомился ТАСС. Как отмечают в правительстве, указанное имущество, цитата, уже является объектом налогообложения другими налогами. Налогом на имущество физических лиц, налогом на имущество организаций, земельным налогом, транспортным налогом, конец цитаты, которыми предусматривается повышенный уровень налогообложения с учетом его стоимости. Как видите, государство трогательно заботится о справедливости в отношении владельцев заводов, газет, пароходов, в отношении капиталистов. А на вас им плевать. И никакая смена правительства или лидера ничего не изменит. Никакие выборы ничего не изменят. Потому что это буржуазное государство. Государство капиталистов, а не ваши. Государство – это всегда машина подавления, машина насилия одного из классов над остальным населением. В нашем случае это машина насилия владельцев средств производства над трудящимися. И оно защищало, защищает и будет защищать интересы капиталистов, кто бы ни сидел в думе или в президентском кресле. Законы это государство пишет именно с этой целью – защитить власть капиталистов. Так что к закону можно и нужно взывать, но надеяться на него – наивно. Единственный выход для людей труда – объединение и сплочение рядов в борьбе, чтобы и диктовать свои условия этому государству, и заменить его на свое, на государство трудящихся. С вами была Татьяна Воднева с коммунистическим приветом из Ленинграда. Редактор субтитров А.Семкин